добрый вечер меня зовут алексей ионов и сегодня мы проводим метап слэш вебинар который называется карьера в сейф организации и у нас сегодня два основных спикера мы ожидаем вопроса от участников на которые мы постараемся максимально полно ответить на 7 обсуждаем сегодня две темы это обучающие мероприятия для запуска скелта джайл фреймворк и вторая часть это что значит спс ну и собственно продолжаем пройти обучающие мероприятия два участника я представляю руны кристинсона старший консультант тренер сейф собственно представитель компании скелт джайл хайруна алексей ионов управляющий партнер компании онов и партнеры пару слов в начале хотел рассказать про собственно какие-то основы сейф и перейти к мероприятию сейф для алина организации это открытая база знаний проверенных интегрированных принципов практик и компетенций для лин и джайл и devops в масштабе то есть это непротиворечивая база знаний которая составляет единый подход позволяющий разрабатывать эксплуатировать продукт практически с неограниченным количеством участников этого процесса и тем самым она очень ценно для организации до практически любого масштаба любого размера с точки зрения организации команд если очень просто рассматривать команды работающие по скраму или по канбану мы объединяем в команду команд которая в сейф называется agile release train который составляет до 125 человек в некоторых случаях чуть больше и на уровне agile release train релизного поезда agile мы управляем более крупными элементами требований в канбан системе и с точки зрения инвестиционного финансирования с точки зрения операционного управления с точки зрения надзора мы выстраиваем если мы хотим в нашей организации таким образом работать мы выстраиваем бережливое управление портфелем то что здесь называется портфель это в двух словах чтобы просто немножечко понимать терминологию двигаясь в сторону карьеры в организации меня периодически спрашивает а как бы ты представил все роли которые есть в организации естественно на сайлский сайт скилл джайла фреймворк лучше всего на это вопрос отвечает тем не менее иногда полезно посмотреть с другой перспективы вот это одна из перспектив это абсолютно неофициальный перевод и я призываю использовать стандартные термины которые здесь синим написаны но для понимания как это может выглядеть да то есть у нас есть несколько уровней требований это уровень эпика уровень capability иногда это переводится как возможность на русский язык но лучше использовать стандартный термин capability это уровень требований который называется фича и уровень требований которые называются пользовательские истории а у нас есть решение вокруг ценности у нас есть решение вокруг архитектуры у нас есть решение вокруг продуктового управления и у нас есть решение вокруг создания продукта с точки зрения процессов практик ну то что что называется уже agile, scrum, kanban, практики lean и так далее. Как их лучше применять, как их эффективнее применять, это условно можно назвать производственная наша команда. Примерно такие роли. Возможно, это избыточная модель, но это все и не нужно. Мы когда говорим о запуске, где-то примерно треть от этого, наверное, нужна, если даже не меньше. То есть это с точки зрения развития, сейф позволяет развиваться достаточно долго и практически без ограничений. Говоря о развитии менеджеров, говоря о принятии решения о том, что мы начинаем двигаться в сторону lean agile, мы говорим о переподготовке, о программе переподготовки специалистов. И здесь в идеале мы ставим выбор перед сотрудниками, которые работали только в вертикальной системе управления, какую роль они хотели бы, готовы, им интересно выполнять в системе управления, которая создается под эффективную разработку и эксплуатацию продукта. И здесь выбор достаточно большой, вы в этом убедитесь. Количество, как мы видели на предыдущем слайде, количество компетенций, количество ролей для большой организации, и сейф позволяет большой организации иметь большое количество ролей. Если мы говорим о старте, то это базовые знания по agile, scrum, kanban, lean. И дальше в зависимости от ролей, это подготовка, соответственно, членов команд, scrum мастеров, владельцев продуктов и лидеров организации. Вот это вот тот минимум, с которого стоит начинать. Если говорить о тех изменениях, которые мы делаем в организации, то мы начинаем с мышления, двигаемся в сторону построения иной системы управления, иной системы отношений, иной культуры организации, что поддерживается практиками. Это некоторый такой немножечко высокоуровневый слайд. Переходя к вопросу о том, а как это будет происходить в реальности, и как представить можно в упрощенном виде процесс запуска ScaleTagile фреймворк в организации, примерно вот так. То есть то, о чем мы будем говорить, это обучение разных сотрудников, начиная с основ, и при этом на сегодняшний день выбор достаточно большой. То есть здесь вот Agile Spirit – это тренинг нашей компании. Есть самообучение, которое не так давно появилось и стало доступно от компании ScaleTagile на английском языке. Есть большое количество внешних ресурсов, книг, вебинаров и так далее. Но очень важно заходить в программу обучения с базовым пониманием о том, что такое Agile, что такое Scrum, что такое Kanban, что такое Lean. Именно основа. А дальше готовый набор мероприятий. В идеальном случае базовый набор мероприятий, с которым мы заходим в ScaleTagile фреймворк, примерно как и последовательность, и время, которое потребуется, примерно приведено на этом рисунке. Это не значит, что оно будет так. То есть есть экстремальные истории запуска перепланирования за 10 дней, хотя это достаточно редкая картина. Более или менее экстремальный запуск – это где-то за месяц-полтора. Здесь вы видите достаточно большой промежуток времени. Это полноценный с запуском бережливого управления портфелем, с адаптацией стратегии, с подготовкой полноценной всех специалистов, которые нам нужны в Agile Release Training. То есть вот оно примерно так может выглядеть. Опять же, это решение, которое принимается совместно с консультантами, совместно с SPC, самой организацией. То есть какой путь выбрать адаптация под специфику, под контекст конкретной организации. Несколько слов о тренингах, которые у нас есть. Тренинг Leading Safe. Это основной базовый, обязательный для менеджмента тренинг, который показывает, как работает Scale-Tagile Framework. То есть это введение в Scale-Tagile Framework, это основа, уровень Essential, то есть как формируется, как функционирует Agile Release Train, какие мы процессы встраиваем и как Agile Release Train взаимодействует с уровнем портфеля. Включает в себя огромное количество упражнений, симуляцию. И в итоге специалисты, которые проходят этот курс, они понимают, как работает сердце Scale-Tagile Framework. Это команды и команда-команд Agile Release Train и как это инициировать. То есть, по сути, это курс для менеджеров и для членов команды изменений, команды трансформации. Следующий важный курс – это, естественно, обучение скрам-мастеров. От них зависит работа наших команд. А команда – это базовая составляющая, базовый элемент нашей Lineage-Ал-системы. Поэтому основы, естественно, скрама, паттерны скрам-мастера, взаимодействие с командой, взаимодействие с продукт-менеджерами, продукт-онерами, взаимодействие с другими командами, участие в API-планировании, естественно, и во всех мероприятиях сейф. Для того, чтобы скрам-мастер, который прошел мероприятие сейф-скрам-мастер, мог полноценно выполнять роль скрам-мастера в Lineage-Ал-организации. Это тоже двухдневное мероприятие. Аналогичная подготовка должна быть у менеджеров продукта и владельцев продукта. Тренинг один – это, по сути, о том, как эффективно в сейф управлять продуктом с точки зрения механики. Я специально говорю про механику, потому что есть еще вторая часть, которая называется техники discovery, техники именно создания и управления идеями, проверки гипотез и так далее. На текущий момент Skilled Java Framework отдельный тренинг подготовил, достаточно мощный, чуть позже я про него скажу. Это именно про выполнение роли продукт-менеджера, продукт-онера, с точки зрения управления разными размерами требований, работа с бэклогами, их приоритизация, естественное участие в API-планировании, систем, демо, инспект-надапт, всех мероприятий с точки зрения скрама и взаимодействие между командами и выход на взаимодействие с портфелем. Вот это вот про продукт-онера и продукт-менеджера. Тоже двухдневное мероприятие. Есть отдельные мероприятия для подготовки команд. Цель у него двойная. С одной стороны, подготовить всех членов команд к эффективной работе в линейджерной организации, а с другой стороны, собственно, образовать эти команды и познакомить между собой. То есть, с одной стороны, мы рассказываем о том, как выполнять свою роль в команде, как команда встраивается в Agile Release Train, как проходят основные мероприятия в скраме и мероприятия уровня программы, то есть это мероприятия уровня Agile Release Train. И с другой стороны, команды придумывают себе названия, команды делают о себе презентации, команды представляют себя из своих участников. Есть команды, образующие упражнения. То есть, это и про создание команды из тех, кто пришел на это мероприятие. Поэтому обычно Safe4Teams – это последний тренинг, который мы делаем перед запуском Agile Release Train. То есть, мы учим лидеров, учим владельцев продуктов, обычно раньше, чем скрам-мастеров, потому что им бэклок нужно готовить. Потом учим скрам-мастеров, потом учим команды и приглашаем на это мероприятие скрам-мастеров и продуктованов, чтобы команда была в полном составе. И проводим первое перепланирование. Вот, собственно, это цель тренинга Safe4Teams. Есть очень интересный тренинг. Он отличается несколько от других тренингов, которые я сейчас перечислил, потому что он, с одной стороны, технический, с другой стороны, кроме обучения, он еще дает два инструмента, как диагностировать. То есть, по сути, у вас еще появляются знания о том, как проводить анализ цепочки или конвейера доставки ценности с точки зрения разработки программного продукта. Причем от идеи. Мы не говорим только про ICD, мы говорим полностью о всем цикле. И, с другой стороны, второй инструмент мощный, который вы получаете, это как анализировать вашу команду, вашу организацию, ваш поезд, насколько глубоко и насколько полно вы, в принципе, используете практики и техники DevOps. И поверх этого идет мощный обзор техник, практик, знакомство с этими практиками и анализ, что можно сделать в организации с точки зрения доставки ценности для улучшения, для ускорения этого процесса. Это, наверное, ключевые мероприятия. Я, когда давно достаточно начинал работать с мероприятием SAFE, начал делать вот эту вот картинку, но по выходу новых требований она стала не совсем актуальна, потому что тренингов существенно больше, чем изображено на этой картинке. То есть, да, мы говорим об основах, мы говорим о мастерских для менеджмента, и об этом еще мы чуть позже скажем. Мы говорим о том, что, например, для продукт-оуноров стоит пройти тренинг Leading SAFE. Да, если мы говорим об архитекторах, то, наверное, технические знания тоже нужны, но на сегодняшний день мероприятий больше. Поэтому я, честно говоря, эту картинку оставил, как она есть, и сделал вот эту. То есть, это некоторый перечень, он не то чтобы соответствует компетенциям, но я постарался расположить мероприятие на уровне всех компетенций. Leading SAFE я уже озвучил. Значит, у нас на сегодняшний день есть еще мероприятие о том, как выстраивать уровень управления портфелем, то есть управление крупными инициативами, управление стратегическими решениями, собственно, построение стратегии, управление инвестированием в идеи, проверка гипотез на уровне организаций. Я не сказал о тренинге SAFE for Government. На самом деле SAFE также используется в государственных структурах, и для этого есть даже отдельный тренинг. Я упоминал тренинг SAFE для архитекторов. Это очень важная роль, и вообще в линейнг-организации архитектор, он ценится так же, как владелец бизнеса, если говорить об enterprise-архитекторе, или как менеджер продукта, если говорить о agile-релиз-трейне. То есть, это существенная функция и достаточно серьезный, глубокий тренинг SAFE для архитекторов. Также достаточно важная роль – это релиз-трейн-инженер. Это человек в поезде, который отвечает за потоки информации внутри команды команд. И есть отдельный тренинг SAFE RTE, который учит как… и учит не только с точки зрения ведущего, данные позволяют обмениваться опытом всех участников, как эффективно выполнять функцию RTE в организации. Как я говорил, вторая часть. С точки зрения управления продуктом, то есть у нас есть тренинг SAFE Product Owner, Product Manager, там ниже. Есть очень интересный материал, это продвинутый тренинг, который называется Agile Product Management. Раньше он назывался, когда он только появился, если кто помнит, Agile Product and Solution Manager, по-моему, так он назывался. Его переименовали, все просто, сейчас Agile Product Management. Это про Discovery, это про продуктовые техники, это про управление ценообразованием, и это про ROI, и это про управление лицензированием. И это о том, как все встраивать в Scale-Tagile Framework. То есть с появлением версии 5.0, дизайн мышления и клиентоцентричность заняли ключевую, центральную часть в фреймворке. И, собственно, как достигать с точки зрения техник и практик, наверное, лучше всего, достигать клиентоцентричности, лучше всего рассказывает тренинг Agile Product Management. Для Scrum Masterов есть следующий шаг, называется Safe Advanced Scrum Master. Это более практический и менее технический тренинг, то есть это про обмен опытом, про более глубокие практики, более глубокое рассмотрение, как лучше себя вести Scrum Master в тех или иных ситуациях. Следующий шаг, если вы хотите, в карьере Scrum Master организации. Про DevOps я сказал. И еще один тренинг, о котором я не сказал, это Agile Software Engineering. Это вторая часть DevOps. То есть если DevOps – это про конвейер, Software Engineering – это про то, как мы разрабатываем код, используя продвинутые практики для того, чтобы вот этот самый конвейер работал максимально эффективно. То есть начиная от TDD и все остальные практики, связанные с эффективной разработкой программного обеспечения. Вот, наверное, более-менее полная картина тренингов, которые есть на сегодняшний день. Есть некоторое количество тренингов. Если вы посмотрите метап, который был у нас с Joe Valon в прошлой, мы там говорили о некоторых тренингах, которые находятся в разработке. Я сейчас не буду повторяться, можно посмотреть то мероприятие. Но здесь, в этом списке, нет еще одного тренинга, который называется, точнее, сертификат называется SPC, о котором, собственно, будет рассказывать Руна, который мы планируем проводить. Наверное, с моей частью более-менее все. Моя русская не такая хорошая, но я думаю, что я знаю, что ты говоришь о том. Фантастик! Я думаю, что мы можем... Конечно, если есть какие-то вопросы на вашей части, то, что вы можете взять это сейчас. Otherwise, мы можем переходить к другому презентации. Фантастик! Я не вижу никаких вопросов, сейчас. Я буду переходить, и мы смотрим, если у нас есть какие-то. Спасибо большое, что приглашает меня. Так что, опять-таки, спасибо. Меня зовут Руна, и я работаю в Скелт Agile. Я работаю в Скелт Agile. Я работаю в Скелт Agile уже в течение года. Руна, и я работаю в Скелт Agile, в течение трех лет, производя крупные трансформации. Я работаю в Телеком, в финансе, в инсурансе и в различных технических компаниях. Так что, я попробовал несколько. Руна работал, я думаю, все поняли, в Телекоме, в финансе, в страховании, в очень разных отраслях и попробовал трансформации в разных отраслях вести. И сегодня я расскажу вам, кто такой СПС и что вы можете делать как СПС. Тема, которую мы затронем, вы видите на экране. Я говорю, что вы видите на экране. Да, хорошо. СПС как тренер. Алексей уже говорил о этом. Я расскажу о СПС как консультант в компании. И СПС как партнер в скелтагенном трансформации. Что делает СПС? СПС как тренер. Я немного рассказал. Руна больше будет говорить об СПС как консультанте. Также расскажет СПС как партнер в трансформации. Ну и, естественно, мы готовы будем ответить на вопросы. Я пытался вставить в многое, что СПС есть и что СПС может сделать здесь. И, Алексей, я думаю, если вы просто поедете, я думаю, что мы имеем 10 пунктов, и я просто поговорю с ним. Это все, что может делать СПС. Посмотрите на количество пунктов, и сейчас Руна прокомментирует некоторые из них. Да. Это укороченный список того, что вы можете делать как СПС. И очень важно, что вы можете быть лидером в трансформации компании, чтобы работать мудрее, умнее, лучше. Это про изучение, понимание ЛИН и Агилл не на уровне команды, а на уровне всей организации и масштабирование этих знаний на всю организацию. И вы можете работать с командами и помогать им улучшаться. И вы можете работать с топ-менеджментом, помогать им организовывать то, что мы называем ЛИН-портфолио-менеджмент. И выстраивать управление на высоком уровне в организации. И, конечно, Алексей просто говорил о том, что вы сможете train a lot of different courses to different people in the organization. И, как уже было сказано, вы сможете обучать в большом количестве, следуя большому количеству курсов, очень разные роли внутри вашей организации. Вопрос. 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 Это не защитный титул, поэтому все могут сказать, что они были в Агиле Коуче. Агиле Коуч может значить очень разные вещи. Это не какая-то однозначно понимаемая позиция, и многие могут разное понимать под Агиле Коуч. Но и Агил Коуч, и Агил Коуч могут помогать организации переходить на Агиле, и в этом, конечно, есть у них общее. Я и Агил Коуч, но я также считаю себя как Агил Коуч. И Руны СПС, но он также считает себя Агил Коучем, аналогично. Я ставлю это как Агил Коуч, в самом деле. Это хорошо. Это очень хорошая вопрос. Я люблю это. Спасибо большое. Классный вопрос. Пару слов про курс Implementing Safe. Как вы можете стать СПС? Курс Implementing Safe – это курс на четыре дня, который включает в себя две части обучения. Как вы видите на слайде первые два дня, мы изучаем специальную версию курса Leading Safe, который, как вы помните, доступен отдельно. И разница в том, что когда вы проходите обычный курс Leading Safe, вы учитесь как использовать СПС. В отличие от этого, в тренинге Implementing Safe мы учим, как проводить курс Leading Safe. То есть вы получите идеи, подсказки, истории и составите картину, как проводите этот курс в вашей компании либо для ваших заказчиков. То есть в этом курсе первые два дня – это обучение для тренера, чтобы как только вы получите ваш сертификат, вы сразу могли идти и проводить курс Leading Safe для тренинга. Два последующие дня они углубляются в вопрос, как запускать, внедрять Safe. Мы будем говорить о том, как помочь компании запустить процесс трансформации с нуля. И дальше мы будем говорить о том, как выстраивать, строить дизайн, развертывание и запускать ваш первый Agile Release Train. И дальше мы обучаем, как проводить коучинг и расширять Safe в части запуска портфельного управления. И в этой части мы делимся большим количеством своего опыта, своих историй, как мы запускаем Safe в большом количестве разных компаний. И также мы показываем о большом количестве инструментов, о которых Руна рассказывает чуть дальше, которые вы можете использовать при запуске и использовании Safe в вашей организации или в организации ваших заказчиков. И, наверное, это был самый лучший курс в моей жизни, который я проходил и который очень многое в моей жизни поменял и помог мне делать то, что я делаю сегодня. So, when I finished my SPC three and a half years ago, since then, I think I've trained more than 300 people in Safe so far. So, if you know about Lean Agile and you really like to teach others and help organizations and, of course, make some money doing it, I will highly recommend that you attend this course. Если вас интересует Lean Agile, если вам интересно обучать других, если вы хотите помочь другим организациям, будучи внутри или снаружи, стать Lean Agile, ну и, естественно, зарабатывать этим на жизнь, я очень рекомендую пройти этот курс. I know, Alexey, you've been already talking about some of the courses, so I will go a bit light on this one. I haven't talked about implementation roadmap, I mean, the original one, I had a simplified one, so... I didn't see the pay, I've got to talk about that. So, if you go to a SPC class, this roadmap will probably be your best friend. Если вы пойдете на курс и будете получать сертификацию SPC, то вот этот рисунок, эта карта будет, наверное, вашим лучшим другом. Карта внедрения, карта запуска – это то, как мы помогаем компаниям трансформироваться и запускать сейф. Это наше видение, как мы помогаем компаниям. And you can see here that we're talking about companies that are still using Waterfall, or maybe they're using a little bit of Agile, Scrum in some teams. And then the roadmap, and we teach you that during the last two days, it will take you through the entire transformation journey of the company. And you could remember that Alexei, he told you about a lot of the different courses. Here you actually see when you're going to use them. So you can see we have the leading safe, that's the SA, many different places where we really use it to train all of the leaders in your company. You can also see that we are also training SPCs in various places of the journey. In the beginning, you train a few. And then as you continue your transformation journey, maybe you launch more arts, you will need to train more SPCs. So, again, if you like training people in the organization, you will have many opportunities in many different courses to do that. I think we have 16 courses in total that we teach. And just because you are in SPC doesn't mean that you have to teach all of them. Yeah. So, some trainers will train leading safe, product owners, scrum master, and other trainers will train maybe the technical courses like agile software development and so on. Yeah. Because when you teach your classes, Это связано с тем, что, конечно, если вы проводите курс, правильно иметь опыт. Если вы учите скрам-мастеров, у вас должен быть опыт скрам-мастера. Если вы обучаете продукт-оуноров, у вас должен быть опыт и понимание специфики работы владельца продукта, продукт-оунора. Тренинг – это одна часть, которую вы можете делать как СПС. Но СПС – это программ-консультант. И вам нужно быть также консультантом. Но СПС расшифровывается как консультант-программ-сейф. И вам нужно быть также и консультантом. И я подготовил этот список мастерских и материалов, которые вы также получаете в свое распоряжение становясь СПС. Когда вы становитесь сертифицированным СПС, вы получаете доступ к всем этим материалам, которые содержат в себе презентации, шаблоны, таблицы. Описание. И вы это все можете загружать и использовать. Сегодня я хочу поговорить о трех наборах инструментов, о трех тулкетах, которые, на мой взгляд, наиболее важны для вас. И это первые три набора инструментов, первые три тулкета. Соответственно, мастерская для топ-менеджмента, Value Stream и Art Identification и LACE. Мастерская для топ-менеджмента о сейф. Эта мастерская, это мероприятие поможет топ-менеджменту сделать выбор в пользу сейф. Мы используем это как легковесную короткую демонстрацию для топ-менеджмента о том, что такое сейф. И, Алексей, если вы можете подчеркнуть «Го Сейф», зеленый. Мы обычно используем этот воркшоп здесь, когда они должны решить, если не «Го Сейф». Обычно мы применяем этот воркшоп вот в этом месте, когда принимается решение, идем или не идем в сейф на уровне всей организации. Один из первых слайдов, который вы увидите в эксклюзивном воркшопе, это «Го Сейф дает сейф». Один из первых слайдов, который вы увидите, открыв мастерскую «Го Сейф Экзекутив Воркшоп», это «Какие плюсы организации дает Скелет Эджел Фреймворк». Это не придуманные маркетинговые цифры, это цифры, о которых говорят реальные клиенты в отзывах о использовании Скелет Эджел Фреймворк. Более того, эти отзывы опубликованы. И это помогает общаться с лидерами, говоря об снижении доставки до рынков, о сокращении дефектов и о повышении производительности. Иногда им нужно чуть больше убеждения, когда мы говорим о счастливых сотрудниках. Это потому, что мы понимаем, что счастливые и мотивированные сотрудники, они более продуктивные и более весомый вклад вносят в продукты и бизнес. Еще одна важная вещь, о которой вы можете говорить с менеджментом, это двойная дуальная операционная система. И здесь мы объясняем, что когда вы организуете работу в соответствии с SAFE, это виртуальная организация. Им не нужно менять существующую вертикальную систему, они создают рядом новую организацию. Это помогает лидерам более просто подходить к трансформации, понимая, что им не нужно разрушать, им не нужно все менять в процессе трансформации. С точки зрения существующей вертикальной структуры. Потом вы им расскажете о семи ключевых компетенциях бизнес-агилити и это же семь компетенций SAFE. И мы в Scaled Agile фреймворке верим в то, что если вы сможете использовать все семь компетенций, вы достигнете бизнес-агилити на уровне всей организации. Это то, что поможет вашей организации и вашим лидерам двигаться в сторону SAFE. И для каждой из компетенций мы делаем небольшой сервей, чтобы увидеть, как многие проблемы сегодня имеют. И тогда мы пытаемся помогать им дать им SAFE и как решить эти проблемы. И существует способ оценки по каждой из компетенций, какие проблемы есть в организации. И на основе этой оценки мы можем сделать рекомендации с точки зрения знаний SAFE, как можно эти проблемы решить. Теперь вы закончили с мастерской для топ-менеджмента. И вы помогли убедить топ-менеджмент лидеров организации переходить к использованию SAFE. И следующим логическим шагом будет для вас провести мастерскую SAFE LACE. ЛАЦ. ЛАЦ. ЛАЦ stands for Lean Agile Center of Excellence. ЛАЦ – это Lean Agile Center of Excellence. Лейс – это часть организации, центр организации, который поможет запустить Lean Agile и SAFE. Джон Коттер является одним из лучших трансформационных консультантов и он является вдохновителем многих идей в SAFE. Давайте я зачитаю цитату. Зачем нужен Лейс? Направляющая коалиция, которая действует как эффективная команда, может обрабатывать больше информации и делать это быстрее. Это также может ускорить внедрение новых подходов, поскольку влиятельные люди действительно информированы и сопровождают выполнение ключевых решений. Это достаточно сильная группа, в которой есть лидеры, в которой есть SPC и они обеспечивают изменения на уровне организации. Это некоторые вещи, которые Лейс осуществляет во время трансформации. И если вы станете SPC, это будет ваша работа. Вы будете разрабатывать весь план запуска, внедрения. И сопровождать весь запуск, все развертывание SAFE для вашей организации. И вы будете общаться и взаимодействовать с лидерами, с менеджерами, с HR и со всеми, кто участвует в трансформации или затрагивается в трансформации. И часть вашей работы – это найти наиболее важных ключевых лиц для трансформации. И если вы SPC и AGIL-коуч, вам нужно с ними общаться и обсуждать, что нужно сделать, чтобы двигаться в сторону SAFE. И вам нужно идти внутрь организации и смотреть, кто на самом деле может вам помочь практически. То есть, с одной стороны, у вас есть ключевые люди в организации, с другой стороны, у вас есть ключевые люди. Поддерживающая сеть, и вам нужно их совместить для достижения результата. В моем опыте, будучи SPC, у меня никогда не повторяются дни. У меня каждый раз новые люди, с которыми нужно общаться и обсуждать какие-то вопросы, связанные с использованием Lineagel. И последний, третий мастерская, о которой я вам хочу рассказать, это мастерская, название которой приведено на этом слайде. Идентификация поездов, команд-команд и потоков ценности. И здесь важно сказать, что для любой SAFE-трансформации это одна из важнейших мастерских, которые проводятся на старте и иногда неоднократно. Это та мастерская, на которой вы берете ваши функциональные подразделения, силосы, башни, колодцы и создаете виртуальную организацию для доставки ценностей. И мы достаточно много времени будем уделять на тренинге Implementing Safe, о том, как проводить эту мастерскую при запуске SkillTGL фреймворк. Что вы узнаете на мероприятии, на тренинге Implementing Safe и сможете использовать в будущем? Вы узнаете, как ваша компания работает и как она в первую очередь зарабатывает деньги. И вы будете работать с лидерами, с бизнесом для того, чтобы определить то, что мы называем операционные потоки ценности. И это потому, что мы считаем, что самый эффективный способ организации людей, это вокруг ценности, которые мы создаем в нашей организации. В этом мастерской вы также будете работать с архитекторами уровня организации, уровня систем, для того, чтобы определить системы, которые используются для поддержки доставки ценностей клиентам. И далее мы определяем людей, которые необходимы для того, чтобы разрабатывать системы или дорабатывать системы, которые необходимы для создания возможностей, которые позволят быть операционным потоком ценностей работоспособными. В конце концов, когда вы закончили работу, вы определили поток ценностей. И когда вы заканчиваете данную мастерскую, вы определили поток ценностей. И всех людей, которые необходимы для разработки системы, а может быть не только для разработки, например, правовые подразделения. То есть это все люди из разных подразделений, обращаю ваше внимание, не только IT, которые необходимы для того, чтобы создавать или поддерживать решения для вашей организации. И когда вы определили этих людей, вы уже можете организовывать команды команд, релизные поезда Agile и разрабатывать план запуска сейф в вашей организации. Мы говорили о тренингах и мы говорили о том, как быть консультантом. И если бы я знал заранее о вопросе, вот этот слайд я бы, наверное, переименовал как СПС как Agile Coach. Потому что то, что я хочу вам здесь показать, это все возможности для проведения коучинга и Agile организации. Некоторые коучи чувствуют себя очень уверенно, проводя коучинг на уровне команд. Если это является наиболее интересной и комфортной для вас областью, вы можете работать с владельцами продукта, со скрам-мастерами и проводить коучинг для целых команд. То есть, если у вас есть опыт работы со скрамом, вы можете помочь в запуске скрама. Если у вас есть опыт в экстремальном программировании, вы можете помочь им разобраться и использовать практики XP. Когда я запускал свой первый Agile Release Train, я был коучинг на три команды в同時, так что вы получаете очень-очень busy как СПС. Если вы хотите работать и проводить коучинг для лидеров, если вы хотите работать с лидерами, у нас есть лидеры на уровне нашего поезда, это РТЕ, это архитекторы системы и это менеджеры продукта. Это очень интересная и вдохновляющая работа, потому что это новые роли, новые функции, новые позиции. Вы можете помогать проводить коучинг для РТЕ, который одновременно может быть будет работать с десятью командами в рамках Agile Release Train. Если вам интересно дизайн мышление и вообще продуктовая история, может быть, вы будете работать с менеджерами продукта и помогать им осуществлять их часть работы. Если у вас есть опыт ключевого разработчика, архитектора, может быть, вы будете проводить коучинг архитекторов и помогать им эффективнее осуществлять свою функцию. И, конечно же, не стоит забывать о владельцах бизнеса, это ключевые воскрепоставленные лидеры нашего поезда. И вы поможете им, приоритизировать, обрабатывать все замечательные идеи и быть линейджерами для их Agile Release Train, для их поездов, для их команд-команд. Я провел 2,5 года только коучинг этих людей, и я мог бы провести 10 лет еще делать это. Это очень много работы и помощи для них. Я провел 2,5 года уже потратил и готов потратить еще 10 лет, работаю только с владельцами бизнеса, помогая им осуществлять их задачи. Если вы работаете в очень большой организации, то, может быть, в большой организации вам нужно более одного Agile Release Train для доставки ваших решений. В этом случае, возможно, вам потребуется Солюшн Трейн или, как мы их называем, поезд поездов, который позволяет синхронизировать поезда между собой. Это может быть компанией, в которой требуется 500 или 1000 человек для того, чтобы разработать одно решение. И вам нужно помогать этим людям, как координировать работу между 5, 7, 10 разными уже Agile Release Train в организации. И если ваша организация решила работать на уровне портфеля, В этом случае вам нужно начать работать с офисом управления портфелем и помочь им стать более гибкими. Если у вас есть познание в экономике, вы можете помочь организации управлять крупными инициативами, которые могут стоить миллионы. И это работа с самыми топовыми менеджерами, которые управляют этими деньгами для создания очень больших решений. И это только некоторые вещи, в которых вы можете помочь вашей организации, став СПС. Вы можете увидеть также справа, что называется команда системы, систем-теим. Если у вас есть технические знания, вы можете помочь запускать то, что мы называем конвейер непрерывной доставки, Continuous Delivery Pipeline. Это значит, с точки зрения автоматизации и технических практик, как мы доставляем решения на рынок быстрее и делаем это максимально автоматически. Еще одна область, в которой вы можете помочь вашей организации, это то, что мы называем community of practice, сообщество практик. Раньше, когда организация была собрана вокруг функций, например, разработка, тестирование. Мы же сейчас взяли людей и объединили их вместе в кросс-функциональные команды. Но разработчики и тестировщики хотят сохранять свои глубокие знания, свои компетенции. И вы можете помочь создать в организации сообщества практик, например, вокруг Java, вокруг каких-то типов тестирования, которые помогут не только поддерживать, но и развивать эти навыки и практики. Вопрос. Какова численность организаций на одного SPC? Можешь голосом привет прокомментировать? Сейчас я тебя размьючу. Вопрос следующим, допустим. Есть организация, тысяча человек. Сколько требуется SPC на такое количество людей? Ага, окей, понял. Спасибо. Если у нас есть организация с 1,000 человек, то сколько SPC нужно для 1,000 человек? Очень хорошая вопрос. Хорошо, давайте подумать. Хорошо, давайте подумать. В последней организации, в которой я работал, у нас было 300 человек и 7 SPC. В последнюю организацию, в которой я работал, у нас было 300 человек и 7 SPC. То есть, по опыту Руны, для тысячи человек порядка 30 SPC это хорошее значение. Если у вас была водопадная практика, возможно, вам потребуется больше. Если у вас уже используются практики Agile, возможно, потребуется меньше. I think we have covered... Ah, no, there's one left. In the bottom right corner we have metrics. В правом нижнем углу у нас есть отдельный раздел, который называется метрики. То, как вы будете проводить измерения при использовании Safe, очень сильно отличается от того, как это делается в классической водопадной организации. Вам нужно помочь вашей организации понять, что когда мы Lean Agile, мы по-другому проводим измерения. Нам нужно измерять результаты, а не достижения, не то, как мы к ним двигаемся с точки зрения численных показателей. И для тех, кто знает манифест, гибкой разработки, Agile Manifesto, там говорится о том, что нам нужно говорить о работающем продукте, а не о документации. И это тоже большая и важная часть работы, помочь командам, поездам и многим в организации перейти на другие подходы к осуществлению измерений и к использованию метрик. Хорошее новое заключается в том, что есть еще много вещей, которые вам помогут, когда вы станете СПС. У вас будет доступ к нашему сообществу СПС, где, besides the toolkits, we have videos and special articles that will help you. Там, кроме, собственно, мастерских, наборов инструментов, которые мы показывали, также содержат статьи, видео, которые вам помогут ответить на многие вопросы. В сообществе много различных форумов и есть специализированный форум для СПС. И там вы можете обсуждать, задавать вопросы и просить помощь у людей, у которых, может быть, был такой опыт, похожий на те сложности, с которыми вы сталкиваетесь. И это будет помогать вам развиваться в своей роли СПС. И на сегодняшний день в мире порядка 15 тысяч сертифицированных СПС. И очень много возможностей у вас открывается для того, чтобы учиться в этой области у других людей и получать опыт. И в конце еще одна рекомендация в пользу выбора того, чтобы стать СПС. На сегодняшний день доля рынка, который занимает Scaled Agile Framework, как подход для масштабирования, это 35% рынка. Мы сами часто используемые, самые большие, используемые в самых крупных компаниях в мире. Меня зовут Сергей. Я работаю в большой компании. И моя вопроса, как вы решили, как вы решили обновляя про заказку к топ-кнему? О, это классная вопрос. Поехали. Как Руно рекомендует менять мышление топ-менеджмента? То, что работает для меня, это использовать много времени для того, чтобы завоевать их доверие. Я не иду к ним и не пытаюсь продать им сейв, это не работает. Я обычно с ними общаюсь и пытаюсь выяснить, какие вызовы у них сегодня есть в их компаниях. Я общался с одной компанией, с IT-директором, и им нужно было 96 недель для того, чтобы подготовить релиз. И я ему показал некоторые результаты, некоторые примеры, которые есть у нас, и как можно ускорить доставку в его организации. Я пытаюсь найти в организации горящую платформу, где нужна помощь. И потом я пытаюсь понять, есть ли требуется быть лин, это доставка до рынка, есть ли это качество, автоматизация тестирования. Но работа с топ-менеджментом требует времени и терпения, полностью подтверждаю. И то, что с ними работает, это реальные примеры и деньги. То есть то, что для них работает, это реальные примеры и реальные деньги. Это сложный и очень хороший вопрос. Спасибо. Есть вопрос, Григорий Милен. Да, давай, я могу на английский перевести, прошу. Вопрос, будет ли, ну вот есть сейчас на уровне стратегических тем ОКР, предлагается использовать. Вот, и будет, есть ли какая-то связка между ОКРами, то есть стратегическими темами сформулированными в формате ОКР и пи-объективами, пи-целями. То есть вообще, да. Да, да, я понял. Руны, the question is that strategic themes are now being formulated as ОКРs, and the Grigory is asking whether or how the connection between those strategic themes in ОКР format and the P-objectives should work, or is there any? So when you say how objectives work, are we talking about P-I objectives? P-I objectives, yeah. Yeah. Good question. I got the same question last week. Мне тот же самый вопрос задали на прошлой неделе. So we don't use OCRs for P-I objectives. Мы не используем OCRs for P-I objectives. And it's because we don't want to do what we call management by objectives. Это связано с тем, что мы не хотим осуществлять подход management by objectives. Это известный подход. So we want to keep OCRs at the very strategic level and then use most simple objectives for the P-I objectives. But of course, if you're working on what's strategic, what is in your P-I objectives will somehow be reflected towards the strategic themes. So we use the strategic themes of the OCRs to create a vision for the portfolio, and of course, this vision will then be retold in the agile release trains, and that will impact your P-I objectives. And Alexei, if you get some more questions from the participants or from the recording afterwards, feel very free to reach out to me. I'll just reply to you in writing as well. That's perfectly okay. Sure. Друзья, давайте я озвучу. Руны готов ответить на вопросы участников. Если вы их позже пришлете, соответственно, я ему их перенаправлю. Можете просто на адрес нашей компании, на нашем сайте, на инфо отправлять. Как вопрос Руны, я ему переправлю, и он будет готов на этот вопрос ответить. Спасибо тем, кто зашел к нам на огонек. Руны, thank you for providing your time and talking a lot about who is SPC and what is available as an opportunity to get this knowledge and profession, I would say. Yeah, so I didn't mention it, but my role is I support all of the EMEA region. So I'm here in this time zone to help you. If you have any questions or anything, you can start by reading out to Alexei. But I'm here to help in whatever way I can. Руны поддерживает регион EMEA, в который входит Россия. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пишите мне. Я готов подключить Руны и помочь в решении ваших возможных проблем вокруг Skeltergell framework. And then, of course, I hope to see some of you again if you attend another meetup or the Implementing Safe course, I'll be happy to continue talking and helping you. И будем рады, Руна будет рад увидеть вас на других наших мероприятиях и на тренинге Implementing Safe, регистрация на которой идет. Будем рады там повстречаться вновь. Thank you. Спасибо большое. Thank you, Alexei, for setting this up. Thank you. Cheers. Bye-bye. До свидания. Всем хорошего вечера. Спасибо. 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 Продолжение следует...